всем привет сегодня будем подключать двигатель от стиральной машинки полуавтомат двигатель из отдела стирки то есть есть центрофуга там и стирка двигатель стирки они отличаются внешне если посмотреть то статор толщина статора набора железа у стирки чуть больше двигатель чуть помощнее и зритель канала моего еще лет он меня спрашивал как подключить даже цвета назвал тут даже цвета совпали как он просил белый желтый красный и как бы если вы снимаете со стиральной машинки обычно там наклейка если на двигателе есть наклейка или на самой машинке схема то есть цветами несложно разобраться но как быть если вам двигатель кто-то отдал и вы его нашли уже вне машинки для этого он нужен аметр в данном случае мультиметр в режиме аметра и нам нужно найти общий провод и две обмотки тут обмотка даже нету тут такого понятия в принципе как пусковая рабочая тут две одинаковые обмотки они могут чуть-чуть отличаться по сопротивлению порядка 50 он на таких двигателях 50 60 он такой разброс на центрофуге обычно где-то 30 40 он и начинаем просто проверять вот смотрим так вот 102 ома нет 52 ома вот что тоже похоже смотрим дальше 50 разница не страшно вот что у нас получается у нас получается белый общий вот смотрите относительно белого желтый 50 и красный 52 значит белый у нас общий как положено и эти два нас обмотки двигатель может включен быть в реверс для подключения используем провода стиральной машинки сейчас я вам покажу один из сетевых проводов подключаем белому проводу на постоянку вот так вот видите да любой провод какой угодно там фаза 0 разницы нет конденсатор берем тут мы видим 8 микрофарад и 10 микрофарад 8 микрофарад это на двигатель послабее который на центрофуге 10 микрофарад это на двигатель который на стирке помощнее так здесь у нас красный желтый 8 микрофарад смотрите провода от конденсатора вот так вот соединяем тоже без разницы какой последовательности можете вот этот вот синий с белой полоской красным присоединить наоборот то есть абсолютно не имеет значения видите как получилось конденсатор у нас к двум этим обмотком подключен точнее концам этих двух обмоток и у нас остается еще провод от сети то есть белый у нас подключен напрямую к сетевому проводу и вторая жила от сетевого провода нас вот так вот остается свободное для чего это смотрим смотрите если коснуться к одному проводу в одну сторону закрутился двигатель если коснуться к другому в другую сторону так удержать надо вот видите в другую сторону закрутился сейчас остановится и мы еще раз покажу вот если сверху смотреть сейчас по часовой стрелке он крутился теперь против часовой опять по часовой и против часовой то есть какую вам сторону нужно в такую и подключаете этот двигатель вот такая незамысловатая схема белый общий чаще всего но все равно лучше убедиться лишний раз потому что бывает сейчас китайцы настолько так сказать безответственно подходит к цветам провода маркирует то есть у вас и желтый может быть общий но чаще всего белый это общий вот на него еще раз объясняю от сети одну из жилок подключили на два оставших провода двигателя подключаем конденсатор и смотря куда подать напряжение у вас будет вращение в ту или иную сторону вот таким вот образом а на этом все я с прощаюсь ставим палец вверх подписываемся на канал заходите в описании там я оставлю две ссылочки одна на группу вконтакте другая на мой второй канал по автомобильной тематике буду очень рад если вы добавитесь жмите кнопочку колокольчик чтобы не пропустить свежие выпуски они у нас ежедневно выходит желаю вам успехов до новых встреч